Вот, видите, какой румяненький получился. За год работы пекарни, в тость мостовая слобода, у работников рука к выпечке уже набита. Из этой духовки с пылу с жару сошло больше 20 тысяч буханок хлеба. А сейчас еще и блинчики подоспели ровно в срок. К масленице. Тесто замешивают, как и все хозяйки. На глаз. Вроде бы ничего особенного. Молоко, яйца, щепотка соли и сахар. А на выходе получаются ажурные и румяные. Все дело в секретном ингредиенте. Самый главный секрет. Я не знаю, у кого как. Но все, что мы делаем мостовой, наши цены, делаем с любовью и с душой. Мне кажется, это самый главный ингредиент. Если вот этого не будет, можно не пробовать. Разгуляться в полную силу помогла федеральная поддержка. Мостовая не первый раз участвует в президентских грантах. Один из крайних – хлеб всему голова. Выигранные 500 тысяч рублей уже освоены. Деньги позволили закупить сахар, муку, обновить холодильник. А значит, обеспечить горячей выпечкой еще больше ульяновцев. Конечно, будем стараться и на следующий год этот проект продолжать. Потому что видим, что это необходимость. Все-таки наш фирменный, может быть, мастерской хлеб, который без добавок, без всяких вот таких, что люди пробуют, он намного вкуснее. А еще сдобные пряники. Их, кстати, тоже испекли к празднику. Согласно всем традициям с медом и корицей. Когда все приготовления подошли к концу, можно заваривать чай и собирать всех соседей за большим столом. Но сперва добрая русская традиция – конкурс частушек. Она посетится в лобе, может, требует блинов. Я сказала, сам беги или мне тевать купи. Лучшего так и не смогли определить. Да и как можно выбрать победителя, если под каждую из частушек хочется пуститься в пляс вместе с мастовчанами? Колорита гулянием добавил коллектив централизованной клубной системы. У всех гостей расшитые костюмы в тему первого весеннего праздника. К слову, его завершили чаепитием. Петь песни и встречать одно из самых прекрасных времен года продолжили уже за столом. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.